итак view разумист короче красноармейский вандал опять снова свина свинячил на вандал короче моем подъезде ублюдок угрожал мне короче вымогал с меня лайки на свой обусственный канал типа если я лайк не поставлю то это мразот короче ну на ванда лет собственно я послал нахуй как видите это мразота опять на свинячила в общем тот как вы можете видеть он не только мою дверь облил он смотрите вот коляска рядом стоит коляска естественно не моя соседей коляска когда валово 0 там примерно ребенка он облил даже ее представляете какой выглядит конечно соседи которые тут вообще в принципе не имеет ну как бы вообще не при делах так сказать да вот вот на двери он короче нарисовал знак того видимо что его больше всего интересует ну естественно таких выблитков известно что больше интересует естественно там какие-то мысли в общем не могут быть более высокого уровням вот более того этот выбридок смотрите это дверь соседей соседи это не моя дверь вот этот обмудок даже облил их дверь представляете краской эта краска это кто-то может быть будет писать что там это там ну акварель какая-то все такое нет это краска обычно краска короче вот то есть ну просто подумайте да что это вообще за биомусор то есть облил дверь соседи ну тут даже особо комментировать не хочется вот короче это тот же обмудок который уже несколько раз мне это делал я писал на него заявление точно писал два заявления естественно ему нихуя не было это тот же выбридок из-за которого сейчас не снимает талян то есть он последний раз к таляну где-то в апреле пришел испоганил подъезд их с того времени но он снял ролик не снимает это тот же самый выбридок это не другой какой-то вот соответственно талян уже полгода не снимает из-за этой мразоты эту мразоту вычислили уже давно когда я писал заявление я указывал его реальные данные но полиция естественно все похуй потому что как митинг какой-нибудь разогнать это не тут первое как сделать какое-то реальное дело полезное народу это хуй там сосите короче ракеты блять уже падают нахуй уже начали ракеты с космонавтами падать вы представляете раньше то протоны всякие падали я уже с космонавтами ракеты падают самые лучшие футболисты ходят блять людей пиздят налево и направо стульями блять в пятером 1 вообще чего в этой стороне вообще творится этот выбридок уже три года этим занимается понимаете на него написано хуй знает сколько заявлений блять не только я ну я только два написал еще одну напишу там итальян писал и другие люди то есть полиции похуй хотя они передают в красноармейец в красноармейской отдел но он в этом городе живет а те естественно кладут полный хуй то есть из-за прежде всего бездействия красноармейской полиции вот это происходит происходит этот ущерб страдают в том числе невинные люди в том числе дети которые видят это дерьмо знаете ребенок идиот и думает блять чаще происходит но ребенок которым там два три года тут как бы на другие дети есть на площадке они думают блять чуть вообще за хуйня эти ребенка конечно объяснить что полиция она нихуя не делает блять что и похуй вообще они приходят и типа нихуя блять нет им похуй блять пусть вся страна блять будет за свинячина нахуй в говне а их главное блять зарплату получать у них все заебись главное чтоб у них подъездик был чистый всего блять кстати случай такой был летом когда мгу фан-зону делали там студенты были против этого и там был ну какой-то плакат рекламный его облили краской и мгновенно блять завели уголовное дело и нашли того кто это сделал вот ну ему правда потом ничего не был тип там вступился ректор блять но мгновенно нашли то есть видите да логика всего государства блять то есть когда их имущество но государственное трогать сразу блять находит когда крестьянская похуй блять насрать пусть там крестьяне блять своем дерьме блять варится как хотят пусть у них будет свинарник ебаный им похуй блять их это не бьет блять них все заебись они ездят на машинке у них все пиздата блять вот сейчас повторюсь на эту выблитка дохуя писалось заявление но он похоже больной шизик на это проглядывается во многих его действиях там он мультики какие-то ассоциируется ну полный идиот в общем это в принципе уже становится понятно на самом деле вот соответственно нужно либо сажать либо на принудительное лечение но обязательно нужно общество изолировать от этого ублюдка который ублюдок несет ну сами вы видите что несет это полное свинячество сами видите ну тут даже комментировать не стоит обратите внимание что еще дополнительно он во первых он весь подъезд и зарисовал во вторых он и зарисовал вот это щиток вообще соседей но смысле вообще других соседей то есть типа два щитка он его и зарисовал на вот но естественно это матные слова ну то есть ну это такой конченый биомусор что ну у меня даже нет слов какой-то биомусор я честно говоря не я вообще не понимаю я тогда не понимал я еще не понимаю почему это биомусор вообще ну коптит небо на свободе я это просто не понимаю но в моей маленькой головешки крестьянской просто не укладывается вот адрес этого выблитка известен это иван веретенников но адрес естественно полного не буду называть скажу только что он из города красноармейск за счет того что он прячется своей деревне это деревня которая удалена примерно ну где-то на 30 километров от макада вот к нему никто не ездит ну кроме полиции который похуй да ну который ничего не делает то есть они да вроде к нему ездили но они ничего не сделали вот и он там прячется то есть вот он насвинячит едет свои ролика монтировать свою деревеньку и там сидит тихонечко у него там все заебись его деревеньки нахуй его вычислили в интернете есть все пруфы это не просто так и ну не из ума там все вначале пайпи полностью пробили еще изначально вы полностью пробили а потом короче когда он каталян уходил акталян он ходил 1 хуй знает сколько там раз 10 интернет распять перерезал там краской обливал там ну да хуя раз и он в один из разов короче спалил а ну там камера была и себя но у него он был типа в маске хотя там даже видно ну можно составить скажем так портрет до такой там худощавый там рост и так далее а его подельник вообще спалил свое ебло а этот подельник оказался у него в друзьях вконтакте и он естественно тоже из города красноармейск то есть там ну полнейший дианон но естественно полиции на это похуй потому что я сказал уже полиции все заебись ну подумаешь там россии шка там ну говне вся будет ну похуй блять главное чтобы зарплату платили правильно вот им все заебись у них ну ничего не происходит зато когда полицейского на митинге пальчиком тронут нахуй все сажают на пять лет полицейских нельзя пальчиком трогать понимаете а когда обычным людям нахуй вот такое делают а ебать похуй наху понимаете ну просто чтобы представить чтобы не жили в том мани мерки которые вот ну по первому каналу показывает там путин улыбается вот путин говорит как все пиздат в россии шки как там все охуенно блять вот это внимание мирок создают да вот в сми короче вещают а кто говорит реальную правду да как вот мальцев был плохие новости но он говорил правду да он не выдумывал эти новости это были обычные новости короче то что например на той неделе блять маршрутка там въебалась в автобус там блять 10 13 человек погибло на этой неделе блять в масс маршрутка въебалась там 11 минимум человек погибло ракеты блять падают вообще кто-то вообще помнит когда там последний ракет вообще летал нахуй уже там все с нами контракт разрывает самолеты блять взрывает пиздец но блять первый канал открываешь все заебись там надо и урожай там блять путин дал добро на строительство там чего-нибудь там все заебись и улыбаются нахуй всех всех пиздата миллион зарплаты так далее вот но реальный мир вот он такой да то есть это уже мягко говоря не первый раз и естественно всем пока то есть вот то есть но это пиздец просто я даже не знаю как это говорить ходил он не только ко мне еще раз мир по талянскому не только талян он только этим летом к двум еще блогерам сходил к двум блогерам один там хомяков короче он ему ну тоже примерно так же написал короче другой гарик жиробас который живет там вообще где-то блять в каком-то городе достаточно далеко короче он к нему съездил тоже ему все там обрисовал нахуй то есть ну вот это свинячество она как бы идет да то есть это не только там у меня там например два-три раза нет это блять еще дохуя у других при этом страдают вот эти вот соседи люди до которые вообще блять ну эти блять соседа реально соседи может крыша поехать я тоже но я понимаю в коей стране живу как бы а у соседей реально может крышу поехать они просто нахуевают с этого они просто с этого охуевает они просто не понимают что происходит блять вот но соседями реально жалко но к сожалению это тоже как бы ну по сути я но я могу что-то делать я это делаю но я же не могу например убить да как бы хотя возможно полиция своим бездействием провоцирует меня на это да возможно ну полиция она любит довести до чтобы кто-то кого-то убил и потом она приезжает блять и на нахуй бля задерживают и все такие герои раскрыли дел нах но это постоянно в россии происходит да постоянно пакет школьники в школе стреляют еще кто-то блять это живот из-за этого то есть это просто но провокация бездействием по сути происходит вот короче вот он даже тут пишет что-то слаг ну тип слагар ну долбоеб и он же шизик поехавший полностью блять вот вообще похуй там на людей блять что тут там там 20 человек блять живет ну не считая вообще всего дома и вот ну полностью поехавший шизик да то есть я не понимаю вообще как директор той школы в которой он учился да вообще блять он не выполнял свои функции если вы понимаете о чем я то есть получал зарплату и сайфу цинипан как вообще это существо блять ну выпустили так сказать знаете вот соответственно к другим ездил но талян уже прекратил видео снимать да если кто-то не понял я там ну коми читаю комментарий кого видео последнему ну там одни походу долбоеба они вообще не понимают но у них мозгов нету сухофруктный мозг то есть они вообще ничего не понимают блять я не приобщу там фанат итальяна не ну не понимает что кто он до что он вычислен не съездят к нему как бы и напишет еще какой-то дополнительно заявление но они начинают там типа это его проблема да да все понятно но вы только не переживайте в этой стране это будет и ваша проблема просто это вопрос времени когда это будет ваша проблема понимаете да сейчас это его проблема завтра вы полетите на самолете его собьет там какая-нибудь ракета не знаю украинская например да и это будет уже ваша проблема или поедете маршрутки и она встретится с камазом и вот то будет ваш проблем но только вы уже не успеете ничего сделать вы даже ну понять успеете что это же ваша проблема либо там самолет это л-20 полетел до полетел полетел и взорвался так сказать это на самом деле все звенья то одной цепи понимаете кто думает что это ну разный случай там несчастный случай так далее вот так сейчас счетом чуть-чуть хотя там уже практически то же самое так еще он короче ему ну порядка 18-19 лет ну примерно 19 лет сейчас да он видимо скорее всего уклоняется от призыва потому что подлежит призыву маловероятно что он учится но может быть учится я не знаю но скорее он подлежит призыву и но вообще даже такую информацию находил что он подлежит призыву он уклоняется то есть он там где-то прячется ну где он прячется он там где-то рядом либо просто у себя входить сидит вот короче соответственно съездить к нему надо ну естественно я на него напишу заявление на как бы все как полагается но полиция бездействует но это не значит она будет вечно бездействовать как я считаю все думаю найдутся как-то ну какие-то адекватные полицейские до которые не смотрят на этой типы похуй понимаете но приезжают но они же приезжают да я до этого вызывал как бы но они приезжают так смотрят такие ну поехали дальше на ну то есть ну типа россия здесь типа это нормально понимаете ну как бы тип на россии вот соответственно у кого есть дополнительная информация поэтому вы блят куда иван веретенников город красноармейск тоже сообщайте дополнительной информации лишнее будет по этой мрази что мразь себя выявила да ну посмотрите мразь то есть ну она просто себя как бы выявил да как так сказать натура наружу просится то есть вот то есть ну люди нормальные там сидят там не знаю чем занимается но к этому расходят то есть ну понимаете да то есть вот себя так сказать вывела как чикатило себя выявил ну чикатил конечно больше наделал в этом раз уже тоже три года орудует он уже дохуя подъездов испортил еще раз повторюсь ну например например да я талян влад савелев там хомяков жиробас таляну несколько раз там вот по моему все ну как бы уже опять блогеров да вот или может и даже кого забыл на еще колоде медведь типа ездил там возможно фейк и знает короче вот такой вот тема также хочу к нему короче съездить к этой мрази да ну в качестве профилактики потому что ну все равно будет там заяву все такое но тем не менее соответственно если кто-то хочет тоже есть город краснами красноармейск посмотрите на карте где-то ну и примерно 30 километров от москвы как бы надежно мразь спряталась до думает сидит там но никто не достанет типа вот все там полностью адрес полностью вычислен там же и родители пробиты но судя по всему родители там кто-то писал что родители тоже немного поехавшие потому что ну собственно к ним уже полиция приходила они с ним видим общались но раз это продолжается то очевидно что но с родителями тоже что-то не то да то есть ну что-то ненормально мать его вроде как является в коллегии присяжных суда ну то есть вы понимаете да то есть вот такой это российский суд где присяжные ну это вот родители вот такого биомусора нахуй вот конечно нужно гнать ее это просто позор российского суда просто позор но если это реально правда но там люди пробивали это на сайте официальном сайте указано ну там есть официальный сайт сюда камере она была может она сейчас уже не является но было то есть но это просто позор тут даже комментировать не хочется да вообще вся эта ситуация на самом деле позор бездействие полиции позорит в очередной раз вообще полицию и так как бы они не очень хорошие да в россии так сказать ну в общем понимаете вот соответственно хочется съесть да к этой мрази может быть завтра ну завтра суббота скорее все пишите в личку кто хочет съездить красноармейск там пообщаться может там с родителями этой мразоты этом разу скорее все спрячется вряд ли она выйдет вот вы можете не там с этим разу ты пообщаться вот короче дружок который подельник там но неизвестно сколько раз он ходит но он тоже вычислен короче он там рядом живет соответственно вот эта бразь уже себя даже не скрывается то есть она снимает видео там своей девчонкой да девчонка я еще не понимаю как она ну принимает в этом участие она в этом участие принимает то есть она например там в одном ролике ну сама лично говорил что там про таляну что типа он там ну чмо все такое ну примерно я точно уж не помню то есть он ее заставляет это делать в том числе он снимал с ней порно на видео и выкладывал это на youtube но это быстро банилась но кто-то видел это свидетель возможно есть что это но реально правда возможно она на тот момент было несовершеннолетний то есть он выкладывал видео на youtube снес и ну порно содержание но там как бы замазывал но там все было видно понятно вот то есть ну существо в общем по нему как минимум как минимум плачет психиатрическая больница исправительные работы по нему плачут возможно тюрьма у человека громадные проблемы с головой очень серьезные то есть еще раз повторюсь он это вымогает лайки то есть но на его самый канал на котором собственно но ну вандалит другим то есть вот он например на вандале такому другому картоли а ну да и он вымогает на это лайк и тебе угрожает ну то есть понимаете до уровень биомусора этого ну тут понятно тут целый букет статей но всем почему-то похуй понимаете то есть ну почему получается полиция с вами бездействием провоцирует народ до меня народ вас нужно это тоже на спокойно не можете смотреть вам что же не нравится вот эта ситуация вообще в стране ну что вообще происходит до талян ну вы сами понимаете кто такой талян но это пиздец да то есть талян мухи не обидит там вообще это биомусор его not это делает я не понимаю почему ну фанат итальяна да она это смотрит мне тоже это на самом деле вообще непонятно то есть кит тоже ну какие-то непонятные общем товарищи на самом деле давно бы уже взяли там съездили еще что-то сделали тоже в том числе да то что когда они действуют официальное что-то да нечто пера полиция начинает действовать народ понимаете тут уже ситуация не оставляет как бы другого выбора иначе ты ну получается ты заложники ситуации вообще вот сейчас пока что все идет к тому что с этой мразью надо что делать да то есть либо его как-то полиция спасает да ну как спасает то есть там как-то но психушку сажает я не знаю там судит обязательно суд должен быть я считаю то есть я эту тему еще буду долбить до этого я но подавал заявление они типа слали нахуй ну как бы я там типа все там кстати не делал но я буду долбить всю эту тему до чтобы суд на этой мразоты состоялся то есть он нанес ущерб общий там но на несколько сотен тысяч я считаю рублей вот эта мразь должна быть осуждена по нескольким статьям и на исправительная работа отправлена либо психушку одно из двух то что ну сами понимаете то есть что это такое да это труд чужих людей то есть вот это вот ну закрашивали кто-то да это закрашивали работники работники то управляющей компания нет все закрашивают но обычный там таджикские парни вот они все это закрашивают это их работа понимаете этот биомусор приходит да то есть ну понятно что биомусор он не понимает что такое чужая частная собственность он не понимает что такое чужой труд соответственно этот биомусор надо воспитывать ну как воспитывать исправительными работами ему нужно работать по 10 часов в день чтобы понимать ну естественно за бесплатно чтобы понимать что такой труд пишите свои комментарии что считаете также напоминаю что нужно съесть к этой город красноармейск адрес вполне будут говорить в интернете все есть потому что притом вызывающим бездействие полиции нам по сути гражданам россии не остается на самом деле то есть но естественный полицию будем работать с полицией до полиции будем работать полиция видимо не знаю может они как-то нравится это вполне возможно они получают от этого кайф я не удивлюсь ну что такого до полиция тоже люди им нравится когда у других происходит какие-то неприятности может они от этого кайфует может у них тоже в жизни что-то ну не так поэтому им нравится когда у других людей тоже случаются какие-то неприятности но будем работать так сказать по всем направлениям то что но этот биомусор ну что он так и будет приходить портить имущество до столь наглым нет конечно мы что-то будем делать так или иначе на первом шаге я считаю нужно но все есть пока что поговорить но поговорить просто для того чтобы он ну да сюда как бы сидел тихо я считаю суд необходим обязательно то есть нового общество она должна судить эту я считаю что он просто но сидел тихо потому что я считаю что если он так вот будет продолжать то там вообще ну никакого просто варианта нет там только тюрьма я просто другого вообще не вижу варианта никакой даже не психушки там я не знаю не сложно сказать ну либо психушку знает на 3 на 5 лет я не знаю насколько но это больное существо надо очень долго лечить хотя мне кажется ну не столько даже психушку хотя он всем больной как человек сколько исправительной работы прежде сюда труд труд исправляет человек этой мрази надо поручить не знаю там красить бордюры например на улице ну естественно долго тогда 180 дней например в общем пишите допишите в личку кто хочет есть к этой мрази к этому разводе фан итальяна фан и савельева не оставайтесь без участвуем то что я говорю это но общая система сегодня здесь завтра там это но это все это единая замкнутая система на самом деле это знаете как не знаю фашисты например когда шли они например ну на ростов например наступали да и например кто дальше они могли сказать новую хуй там с вами блять у нас все заебись но они шли дальше они наступали дальше на следующий город понимаете то здесь та же самая ситуация завтра это вам также сделают не обязательно завтра это может там честь действия случится может вообще там 15 лет восемнадцатом там через 10-20 что случится там это постоянно это на самом деле не только со мной естественно случается это коллекторы так работают дальше там пирамиды ммм там была у них были эти сотники там им часто там обливали то есть вот но как бы в общем этот беспредел так сказать да с ним нам что-то делать понимаете так или иначе все общем благодарю за просмотр инициативные люди пишите нужно с этим дерьмом что-то делать но я заявление естественно кота и ну и буду дальше с этим заявлением работать потому что в россии так получается что нельзя просто ну не то чтобы понятно что есть там убийство какое-то там ну и без тебя там даже не надо ничего катать ну это не очень интересно вот но когда такие вот ним не пойми что как бы они вообще не любят и с этим заявлением надо очень сильно работать чтобы как бы ну была осуждена обществом чтобы общество знал что это у него была она официальная запись так сказать книжки что это что это портила имущество что это вымогала то есть должна быть такая запись я считаю чтобы человек и дальше характеризовал чтобы пересел на работу там придет и работодатели же сразу видели что мразь которая вот например сделал такие вещи до вымогал ну как вы думаете хоть блять его даже не знаю в грузчики возьмут нахуй но просто забоятся что он даже игру сломает нахуй потому что на таком биомусоре вообще все похуй он те что угодно тебе поезд под откос пустит и вообще нахуй это больной существо мне кажется он одну на беломор канал куда-то пускай там броет беломор каналы все короче только там на прицеле у охраны как бы но это лично мое мнение я как бы считаю что конечно суд я надеюсь там должен принять адекватное но скорее всего он так и будет надо куда это довести адекватное какое-то решение до судьи у них но большой опыт они много чего видели поэтому быстро в таких ну так в таком так сказать материале до белком разбираются знают что с ним делать как воспитывать так вообще полиция они вообще в принципе знают что с таким ну с такими товарищами делать у них там ну целостем построен просто мне непонятно почему она в данном в данном случае так сказать но уже не начинает работать над этой мразью над этом раз каши надо работать надо исправлять эту мразь все спасибо за просмотр и в общем пишите в комментариях что думаете вообще по этой ситуации хотя но мысли по сути они достаточно банальны до беспредел все покеда во всех в общем пока